Добрый вечер всем! Аброр Гулямов — это наш первый гость сегодня, поаплодируйте. Ночью я родился под забором, двор я крестил. Смотрите, Аброр Гулямов вообще очень хороший человек. Он такой же крутой, как Маскин. Стоит недорого и выдерживает 2500 затяжек, прикиньте. Наш следующий гость — Александр Югай. Меликий фотограф из клубов, в барах. Давайте сделаем вид, что мы не видим эту хуйню просто. Александр Югай — крутейший фотограф, классный, позитивный человек. Далер Амичис. Мечтает построить дом за городом и жить там. С годами перестал любить город. Почему ты перестал любить город? Шум мне нравится. Шум мне нравится. Ты музыку свою выключи, блин. Сделаем вид, что они пиздец, какие популярные. Теперь встречаем пиздец, каких популярных копеек. Йорни Шанов где-то там должен быть. Азиз Борис где-то там должен быть. Севинч где-то там. И Асель. Люди, которые умеют смеяться самими над собой. Великие люди. Азиз Борис первый, поехали. Добрый вечер, добрый вечер, народ. Давайте еще раз поаплодируем. Круто. Даниэл наполовину армянин, наполовину украинец. От армянских корней у Даниэла волосатая грудь. От украинских то, что никому не нужен. Севинч работала в ветеринарной клинике, чтобы хоть как-то оправдывать свои деша и неприятный запах. Кстати, Севинч и Аселя, они подруги. Но они подруги не случайно. Севинч пишет книгу, Аселя учится на режиссера. Но даже если самый лучший режиссер снимет фильм по книге Севинч, все равно будет впечатление, что фильм снимала Аселя. Я, кстати, мастер спорта по греко-римской борьбе и мастер спорта по борьбе с оселяными истериками. Диор, Диор Нишанов вышел. Как всегда, ему неудобно из-за своего телосложения. Диору из-за телосложения также неудобно заниматься сексом, поэтому его любимая поза в сексе на расстоянии. Да и начнем с гостей. Александр Югай. Кто тут? Александр Югай. Я, я. Смотрите, Александр не любит стереотипы о корейцах, потому что считает, что не у всех корейцев маленький член, а только у него. Александр просил мне шутить про его черную полосу в жизни с наркотиками, то есть про белую полосу. Александр в своем тиктоке показывает лайфхаки с вазелином и фотоаппаратом, а по ссылке в шапке профиля другие лайфхаки с вазелином. Из-за комплексов Александр выбирает самые большие объективы. Большие объективы заходят. Вот девушки заходят. Извини. Вообще поаплодируйте те, кто видел инстаграм Александра. Александр, как много людей хотят вас побить. Если Александру показать видео в полноэкранном режиме, он скажет, а почему сверху и снизу черные полосы? Почему не белые? Ну ладно. Следующий наш гость это Далер, Далер Аметист. Аплодисменты ему. Далер родился в Учкудуке между вторым и третьим колодцем. Далер Аметист выпускает песни на узбекском, русском и английском языках, чтобы как можно больше людей услышали, что Далер делает хуйню. Кто не знает, Аметист это полудрагоценный камень, потому что Далер полурэпер. Далер перенес пять операций, чтобы стать похожим на Майкла Джексона, но так и не стал педофилом. Мало кто знает, у Далера вышел новый альбом. Повторюсь, мало кто знает, у Далеры вышел новый альбом. Даже я не знаю. Далера и Александра объединяет квип Далера Миллиметра. Миллиметры. Далер пошел учиться на дизайнера одежды, чтобы потом делать одежду на свою голову. О, ладно. И Аброр. Аброр Гулямов. Аплодисмент ему. Третий наш гость. Аброр по образованию узбек, потому что закончил ирригацию. В соборное время Аброр на сквере бьет грушу на силу. Не суй нос, не суй нос в чужие дела, говорит язык Аброра во время куни. У Аброра в инсте написано, биография как география. По его логике, флюорография как хореография, томография как полиграфия. Ну и Александр как наркомания. У меня на этом все, спасибо. Йоу-йоу, давайте аплодируем. Хорошее шоу, хороший ивент. Хорошее пиво. И сразу аплодируем девочке замечательной, смешной Аселя. Здравствуйте, добрый вечер. Привет. Даниэл оптимист, поэтому он не говорит «нет волос», он говорит «есть лысина». А здесь скорши, иногда это проявляется в Яндекс.Такси, он по привычке ищет раздел «ишаки». Азиз мастер спорта по борьбе, он часто говорит, что его тренер был ему как отец, это правда, ведь он так же его бросил. Диор из интеллигентной семьи, у него мама врач, бабушка врач, отец невидимка. Марвел, да? Ладно, закончим с этой безотцовщиной. А нет, еще Александр есть. Бог Александру дал выбор iPhone 13 Pro Max 512 гигабайт или папа. Но Александр из-за комплекса выбрал то, что длиннее звучит. Я с тобой. Александр, когда фотошопит фотки, делает всем глаза поменьше, чтобы было не обидно ему. Александра никто коротко Сашей не называет, потому что хватит с Александра короткого. Александр, прежде чем что-то купить, произносит пару раз вслух, чтобы узнать, достаточно ли круто это звучит. Александр в спортзале фоткается до и после, чтобы узнать, стали ли шире глаза. Цитирую пост Александра. Ты толстый, не знаешь английского и мало зарабатываешь, говорила мне бывшая. Но с тех пор все изменилось, он выучил английский. И вообще, почему вы врете, что у вас есть бывшая? У вас в жизни женщин только мама. О, как мило. Далер. Далер пытался быть вегетарианцем, но употреблять траву не значит быть вегетарианцем. Далеру никто не звонит, потому что у него на гудке его трек. Далер дизайнер одежды. Подражает таким брендам, как Adidas, но на выходе все равно получается нео-трикотаж. Далер хотел Blackstar, но туда брали только качков, поэтому он проиграл Кристине Си. Аброр. Вообще, у меня мало шуток на Аброра, потому что я думала, что он сопьется к этому времени. Как говорит Аброр, КВН ему дал больше, чем универ. Аброр любое занятие в жизни дает больше, чем ирригация. Кроме девушек. Аброр говорит, что он очень хорошо поет. Этот вывод он сделал после встречи с Далером. Аброр до сих пор не женился, потому что клонирование еще не придумали. Аброр не обижается на фразу «дальше своего носа не видишь», потому что это нереально. Аброр в инсте выложил фотку с самолетом, чтобы хоть где-то его нос казался меньше. У меня все, спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Супер-леди продактси. Диор Нишанов, встречайте! Добрый вечер всем! Мы читали его, привет! Поаплодируем, оживимся чуть-чуть! Ёбаный в рот! Well done, шоу, бля! Все похавать и выпить пришли, давайте, блядь, быть правдивыми! Что сегодня за бомон, вообще, кто-нибудь скажет? Посмотрите, псевдорэпер, блядь, Фотограф без фотоаппарата и труп из отпетых мошенников, блядь! Эта пиздец! Давайте поаплодируем отдельно Аброру! Это первый человек, который успешно смог сделать пересадку лобковых волос на голову, блядь! Это... Твоих! На их я не отрицал этого, блядь! Посмотрите внимательно на Аброру! Это ж индус, у которого не вышло, блядь! Это... Аброр похож на вот этого друга, знаете? Вот этот, который... Аброру... Аброру очень похож на вот этого человека, который ночью, знаете, возле KFC стоит, мёд тебе пытается продать, блядь, ебучий! По-свистски! Давайте поаплодируем югей, югай, Александр! Посмотрите на глаза! Александр, у вас нервный тик, правильно? Ну это нихуя не нервный тик, просто он ебошит скриншот глазами! Он просто... Эта ачивка открывается, когда ты всю жизнь, блядь, фотографируешь людей. В облако скидывается, да, блядь, всё? Что это вообще за хуйня? Это корейский телепузик, блядь, знаете? Сзади, блядь, стрелочка в жопу, да? Ну и последний человек, Далер, которого я впервые вижу, ну и он слышит меня, поэтому не доебёшься, да? Кто-то зовёт его Далер, кто-то зовёт его Аметис, но никто не зовёт его выступать, блядь. Далер мечтает стать большим артистом, но из мечты пока бандана, да? Далер думает, что он гангстер-рэпер, потому что первые ножевые ранения он получил от отца за своего творчества, блядь. Первые признаки у Далера, как у рэпер, первые признаки рэпера у него, как он думает, появились ещё в школе, когда у него появилось дикое желание вызвать на батл глухого одноклассника. Вот такая вот, блядь, концовка. Спасибо всем большое, хороший вечер! Так, нормально поджарили мою детственную корейскую попочку. Вот, и заряд позитивного настроения на весь вечер обеспечен. Сивинич, ваша помоторная обуза. Всем здравствуйте. Далер перенёс пять операций, потому что в Узбекистане операции по смене пола ещё не так развиты. Далер был вегетарианцем семь месяцев, а потом снова устроился на работу. Когда бог раздавал талант, Далер стоял в очередь за понтами. Соседи просили Далера не мучить собаку, но он просто записывал новый трек. Далер как гуф, только гуф рэп-исполнитель, а Далер выговаривает «Р». Аброра временами бывает ведущей, а временами у людей бывают деньги на нормальных ведущих. «Если внимательно приглядеться, то Аброра похож на беженца из Индии». «Люлишки подходят к Аброру только чтобы избавиться от конкурента». «У Аброры есть фотка с Мартиросяном, и это единственный раз, когда у Армянина нос меньше». «Мне сложно было писать шутки на Александра, потому что мама учила не смеяться над больными». «Александр работает в клубах фотографом, потому что иначе не может пройти бейс-контроль». «Александру в качестве гонорара иногда дают посмотреть на нормальные фотки». «В фактах про себя Александр написал то толстею, то худею. Я так понимаю, до стадии худею вы еще не дошли?» «Александр на свадьбах носит два фотоаппарата, чтобы доказать, что не умеет фоткать на оба». «Первые деньги заработал в шесть лет Александр, таскал кирпичи соседу и на эти деньги купил маме мороженое. Но он не знал, что мама купила эти кирпичи, чтобы он не жил с ней в 32. «Александр знает узбекский, английский, русский, на очереди корейский, и нет ощущения, что должно быть наоборот». «Александра не приглашают фотографировать в аквапарк, потому что он фотографирует детей в купальниках, а фото оставляет себе». «Кама, за пиво заплатил?» «Когда Александру Юга исполнился год, проходила знаменитая традиционная проверка, какая у него будет профессия, положили ножницы, книгу, рис, даже фотоаппарат, но он в руки взял член, член отца». «Так, это будет от меня все. Такая традиция, если какой-то гость желает нам что-то сказать, он это может сказать. Да, Лер, ты хочешь там что-нибудь сказать?» «Я хочу, чтобы такого рода формат развивался, побольше у нас в стране было». «Хорошо, а мы не хотим, чтобы прэп развивался. Все, отдай микрофон Александру Юга, а ты сейчас напишешь трек мне на игру». «Мне тоже очень все понравилось, и на самом деле у меня не маленький». «Показывай». «Папой клянусь, папой клянусь». «Нормально, нормально». «Включи бит, я сейчас ебану рэп нахуй». «Показывай». «Что там? Вир, Вир, Винкович здесь, потный я и лысина твоя». «Всем привет, это Дали Рометист, и я очень рад, что вы меня пригласили на эту передачу. Я бы хотел, чтобы такие проекты развивались у нас в Узбекистане. Поэтому спасибо большое, от души, всех благ, удачи и развития». «Показывай». «Показывай». «Показывай».